Всем привет, с вами Алиска на Берлаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем выводы о катаклизмах. Начинаем с Европы, смотрим какая ситуация здесь с фронтами. Вот циклон находится на запад от Санкт-Петербурга, в Атлантическом океане, и он взял и отбросил свой хвост. Вот хвост идет от Норвегии, мы видим через Германию, и самая такая суровая часть в Италии. Но вот он как раз ночью проходил через нас и залил вообще просто подчистую. Сейчас заливает, получается, северную и центральную часть Италии. Посмотрим, куда дальше он будет двигаться, потому что вот здесь вот на пути у него, судя по всему, стал антициклон на границе России и Беларуси. То есть, судя по всему, это недалеко от Смоленска, как раз центр находится циклона. И будет ли это как щит держать. Мы видим небольшие дождики вот здесь в Украине, на Северном Кавказе тоже интересные моменты наблюдаются. Вот Инна Морев писала следующее, что в Сочи, Лазаревске вчера почти весь день дождь, туман, низкая облачность. К вечеру облачность немножко поднялась на высоту 300 метров, но никуда не ушла. В лес уже страшно заходить, тонны липучей глины на сапогах гарантирован. Ну и пара другая, ветер холодной воды зашивали, тоже ага. Вот такие вот новости приходят. Причем, что самое интересное, что пишет Константин Кончар, что в Сочи не было вообще дождя, к вечеру выглянуло солнце. Вот такие вот дела. Но у нас вот тоже дожди, все в грязи, как бы в горах начинаешь бегать и весь грязный, ну как-то неудобно. Что еще мы видим здесь в Уране, такая грозовая система, да, связанная с Каспием. И вот Каспийский циклон пошел как раз вдоль границы РФ и Казахстана. Ну вот, может быть, заденет некоторые области, как раз Курганскую область, может быть, польет с севера. Дойдет или нет, вот это тоже здесь такой дождик происходит от Северного Урала до Таймыра примерно. Вот это тоже циклон. Остатки у нас циклоны здесь вот на юге Сибири находятся, между Алтаем и Саянами. В Монголии влияние оказывает. Вот в Восточной Якутии находится циклончик. Ну и немножко вот здесь в Охотском море такой Т-образный хвостик. Давайте глянем, где сейчас, может быть, грозы наблюдать можно в настоящий момент. Так. Что-то не видно. Давайте включим архив. Посмотрим, что архив нам говорит. Ну, очень мало. Турция мы видим. Да, в основном среди земноморья. И что самое интересное, вот эти дождевые системы, они абсолютно без каких-то электрических разрядов вчера. Ну и сейчас вот они идут, что немножко необычно. Так, давайте глянем, какие температуры. Ну, видно, что за этим хвостом устремился прохладный воздух с Атлантики. То есть температуры невысокие. Смотрите, север Испании тоже как прохладно. Но вот на юге здесь потеплее наблюдается. Вот что пишет Николай Семенов. Да, сначала вот про Испанию. Давайте почитаем следующую новость. Установлена причина апрельской жары в Средиземноморье. По данным Коалиции международных ученых World Weather Attribution, в общем-то, экстремальная жара была бы статистически невозможна в отсутствии глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Я говорю, вот это что за организация, понимаете? К чему они сфокусировались? Что в Испании, Португалии, Марокко и Алжире в конце апреля наблюдалась температура около 40 градусов, что на 20 градусов выше нормы для этого времени года. Но ребята, наверное, плохо в школе учились. Они не знали, что в этом регионе вообще весной это нормальное явление, как фен возникает. Как правило, происходит это в горной местности. А у нас здесь в перечисленных странах это все горные страны. Вот здесь вот хребет тоже идет. И, соответственно, в чем там фишка? Там чем больше скорость перемещения воздушных масс, тем сильнее ветер. И, соответственно, ветер разогревание производит во время фена, да, из-за рельефа. И в результате чем быстрее движение воздуха, тем выше температура. Соответственно, здесь надо обращать внимание не на просто глобальное потепление, а откуда взялся такой резкий поток воздуха. И, кстати, они сами указывают здесь, что потом отмечалось это практически в этих же широтах. Вот так вот прошло по всей Евразии, да. То есть это и в Пакистане было, и в Мьянме, и в Таиланде, то есть и в Китае, и в Южном. Все эти фен он прошел. Просто не везде. Там были горные местности, где равнина, там этих эффектов не было. А в горных местностях все это отмечалось. Так что вот так вот изучайте лучше, почему происходит ускорение этого движения воздушных масс. Из-за того, что происходит поляризация климата, понимаете? То есть растут экстремы как и минимальных температур, так и максимальных температур. Вот и все. Так, ну а мы давайте перейдем теперь к Николаю Семенову, который тоже подхватил за хвост и стал объяснять следующее, что в марте резко ускорился рост концентрации углекислого газа в атмосфере. И это после длительного периода замедления. Возможная причина в том, что Китай отошел от пандемии и нарастил промышленное производство. Но, если честно, Китай и не останавливал промышленное производство. Все, что они показывали, это было шоу. Но мы отлично видели и на картах качество воздуха, что все продолжалось там. В отличие от метана, рост концентрации которого замедлился, СО2 сильнее влияет на зимние температуры, чем на летние. Поэтому в сочетании с завершением холодной океанической фазы в Ланине, следующая зима с высокой вероятностью станет рекордно теплой в истории наблюдений. Давайте зафиксируем этот факт и Николай Семенов, и посмотрим как раз в марте следующего года, насколько была теплая зима. Давайте это сделаем. Потому что, ну, видно, что одно дело, когда это официальная линия сообщает, а вот есть какие-то такие вот волонтеры, которые сами разносят вот эту вот информацию, вот этот мусор, прогностический мусор разносит, вот как можно сказать. Ладно, мы немножко отвлеклись, давайте посмотрим, что у нас по температурам. Видно, что пока что как бы вот дневные температуры в мае не жарит пока что, да, видно 13-14 градусов, даже вот в Андорре плюс 5 градусов, в Риме плюс 17, в общем-то София плюс 8, Стамбул чуть теплее, плюс 14, Краснодар 13, Ростов-на-Дону. Очень многие вчера не верили, что в Ростове-на-Дону дневная температура была плюс 7. Ну, однако, вот с этим придется как-то мириться. Так, вопрос такой поступил Thunderstorm Hunter in Харьков in Region. Пишет, привет, Алекс, когда грозы будут? Весь май не было практически гроз в Харькове. Я надеюсь, будет нормальный сезон гроз. Вы знаете, для этого нужно вот как раз такая вот жаришка немножко, которая сейчас закрыта практически в Средней Азии, да, не дают выйти этой жаре из Средней Азии, абсолютно залакировали со всех сторон. Вот, давайте почитаем, вот Юрий Семенов теперь пишет, добрый день, надоели уже эти антициклоны, два месяца подряд засушливых, это уже перебор. Ну, вот теперь становится новый антициклон, как раз центром над Смоленском, да, мы видим, где сейчас плюс 14 градусов, и вот новый антициклон, поэтому, да. Хочется открыть грозовой сезон, порадоваться, а опять обещают блокирующий антициклон. И говорят, что он будет стоять до 31 мая. Конца и края ему нету. 2023 год можно списывать в утиль. Реально надоела такая весна. Каждый день антициклоны. Что апрель, что май. И ухода ему не видно. Ну, здесь Матвей правильно написал, что хватит ныть. Ну, вообще удивляет, что если у людей это такие большие проблемы, что вызывает ссорки эмоций, наличие антициклона. Это когда тихая, солнечная, прекрасная погода, там и нет гроз. Но, да, все люди разные. Так, что еще пишет? Давайте почитаем теперь по Волжью. Оксана пишет. Здравствуйте. В Самарской области ночью и утром 10 мая синоптики предупреждают о заморозках до минус 3 градусов. А на 11 мая обещают ночью понижение температуры до минус 4 градусов, днем до плюс 15 градусов. Синоптики обещают потепление с пятницы. Будем ждать. Ну, да, такие вот как раз контрасты больше характерные для регионов полупустынь. Именно весенние контрасты, когда вот эти 20 градусов и более. Но сейчас, этой весной, мы видим эти контрасты довольно часто. Так, БЛСЛВТМ пишет. В Казани на день победы 9 мая было днем плюс 13, солнечно, ночью плюс 1 градус. Спасибо вам большое. Так, вот Ольга Шаламова пишет интересный комментарий. Всех с праздником. Про пожары в Сибири это ужасно. Вчера только думала, сколько оружия разрабатывает. Лучше бы действительные средства для тушения пожаров придумали. Ну да, либо хотя бы вот реагенты, либо есть такие коробки, можно сделать, да, которые взрываются и распыляют противопожарные средства автоматически. И взрываются они при экстремально высоких температуре. Ну, когда имеется в виду пожар наступает, да, то хотя бы даже если локально будет какое-то распыление, оно все равно немножко собьет градус, все равно какой-то будет эффект, оказывается, даже если полностью не элиминирует пожар, ну, по крайней мере, силу чуть-чуть уменьшит. Ну, и там скажут, это влияние на природу. Ну, какое влияние на природу, когда все сгорает подчистую? Так что здесь надо плюсы и минусы находить. И все-таки здесь защита перевешивает. Подруга Сицилии сегодня мне сказала, что ходят в плащах 16-18 градусов, обычно в мае у них уже лето. Вот, да, я могу подтвердить, что весна в этом году в Европе практически везде, ну, за исключением там Южной Испании и Португалии. Вот, интересно, что пишет о нашей тете, переписывались они в Израиле. Сейчас наоборот, от жары духоты мучаются. Сами они иркутяне тоже написали, что Иркутск просто засыпало снегом в этом году, до сих пор холодно, по ночам минус пять. Все подружки-огородники стонут, что погода ничего, она дачи делать не дает. В Казани тоже холодно, но свекрови цветы, все померзли два дня назад. Так, давайте посмотрим Ближний Восток. Ну, здесь разогрелась Саудовская Аравия, пустыня Аравийского полуострова, но пока мы видим, не выходят далеко, да, то есть доходят до Ирана, и до Турции, до Южной, и все. Немножко вот Египет здесь подогрелся. А так, смотрите, Северная Сахара-то тоже ничего не дает, поэтому в Европе-то холодно, потому что выноса не происходит, жары из Сахары, вся жара куда-то вот здесь, на юг, на юго-восток концентрируется. Вот единственный вынос, куда происходит сейчас, это через Афганистан, в сторону Туркменистана, где вот 35 градусов, да, причем беден, Ашхабад 24, Атуркминабад плюс 35, Душамбет 27, тоже Ташкент плюс 31, сюда заходит, да, Бешкек 27, вот, ну, и немножко в восточный Казахстан, Алматы 23, ну, здесь мы видим Казеларда плюс 33, Айтеки-Би, рядом с остатками Аральского моря, здесь 34 градуса. Но вот это все доходит до Аркалыка и Астаны, А дальше уже резко прохладнее становится. В Кастанае всего плюс 8 градусов, вот такие вот у нас расклады интересные происходят. Так, давайте теперь посмотрим Урал, Уфа плюс 17 градусов, Челябинск 14 градусов, Китеринбург плюс 15, ну, в принципе, это нормальные температуры для Майя, Серов плюс 15, Сургут плюс 12. Вот вчера писал Женя 86 из Сургута. Спасибо, у нас в городе Сургут утром было плюс 1, днем было плюс 6, сейчас плюс 8. Да, вот на потепление пошло, вот сюда за циклоном заносится теплый воздух, но за ним также возможно похолодание, вот отсюда со стороны Воркуты к вам прийти. Алексей Покровский пишет, Алекс, спасибо, как всегда, лайки, всем здоровья, добра, благодарю вас. НС Любовь пишет из Красноярского края. Да, конечно, людей очень жалко, но о чем люди думают, когда разжигают костры? У нас на огородах решили почистить от травы, а огонь подошел к высоткам. Вот почистили, так почистили. Ты, если поджигаешь, так следи. Олег, с днем победы, всем мира и добра. Нет, в центр Красноярского края прохлада так и не приходит. Как ты говоришь, сковородка на нас давит. Но сейчас вроде бы как должно быть полегче. Смотрите, здесь даже какой-то очаг холода здесь в горах сформировался. Сейчас в самом Красноярске плюс 11, Лесосибирск плюс 9, Северо-Енисейский плюс 3. Чуть теплее вот здесь в Южной Сибири, в Алтае. Здесь Томск плюс 9, Новосибирск 13, Барнаул плюс 16. Сюда вот, да, со сковородки заносит на Алтае. И в Козылу плюс 18, мы видим, да, в Иркутске плюс 11. Сейчас, настоящий момент. Так, ну вот, похолодало здесь, в Якутии немножко подошел холодный фронт. Здесь Айхал минус 7, Оленек минус 11 даже. Ничего себе. Но Якутск попал под такой вот зонтик, сейчас вот, связанный с циклоном. И видно, что в Аж 14 градусов. В Хантаге плюс 9. В Ахотске минус 1, Магадан 0 градусов не меняется. Смотрите, редкий случай, когда в Сусумане теплее, чем в Магадане. Плюс 6 градусов, в Амксукчане 0, и Средний Колымск, Изырянка, здесь плюс 7 градусов. В Анадаре минус 4, Петропавловск, Камчатске плюс 3, и даунки прохладно, вот здесь Приморье, Николаевск плюс 1, Южно-Соколинск плюс 1, Хабаровск плюс 11, Юссурийск плюс 15. И, смотрите, Япония никак не разжарится, да, все что-то, какие-то прохлады у них. Но вот в Корею, со стороны Китая, подходит, наконец-то, тепло. И она, кстати, его путь можно проследить на север, сюда, через Восточную Монголию, Читу, и вот как раз из Китая и подогревается Якутск. Вот, доходит аж до Якутска, это тепло из Пекина. А в Центральном Китае здесь, судя по всему, да, здесь дожди происходят, на юге гроза, и поэтому здесь температуры совсем невысокие. Вот биться всего 14 градусов, по югу здесь 22-25, такие температуры. Ну что, смотрите, тут прям полноценный тропический шторм сформировался, и, судя по всему, он идет из Бенгальского залива в сторону Индии, то есть мы гадали, куда пойдет в сторону Цейлона или в сторону Индии, ну, идет в сторону Индии. Пока что такая вот тенденция намечается. Ну, здесь непогода на южном острове Новой Зеландии, и, судя по всему, там у них сейчас довольно-таки холодно. Ну, вот Австралию все продуло, да, ну, вот Запад немножко восстанавливается частично хотя бы, а вот на Востоке здесь так зябко. И мы видим, да, на южный остров здесь заходит тоже прохлада, плюс 6, плюс 7, вот такие температуры. Северный остров пока что получше выглядит. Так, смотрим теперь Северную Америку. Ну, сейчас ночь, раннее утро, мы видим, что здесь небольшие морозы, вот идут по северу, Фэрбэнкс плюс 1, Анкорич плюс 4, отсутствие морозов в Центральной Канаде, здесь плюс 5-7 градусов, примерно такие температуры повсеместно, и опять же морозы вот здесь вот в районе Лабрадора, Нифаунлина, и отсюда прохлада вот идет в район Великих Озер, где-то уже плюс 5, плюс 7 градусов, ну, в Нью-Йорке плюс 8, довольно-таки прохладно, я хочу сказать, для середины мая согласитесь, что Нью-Йорк, Вашингтон плюс 8, даже если это ночь, даже если это утро, но как-то все равно прохладно. А Южные Штаты здесь со стороны Мексиканского залива заносятся и идет по тепло по Великим равнинам на север, на западе в горах пока что еще тоже прохладно. Так, вот Ольга Шаламова пишет, меня, конечно, тут не все поймут, но мы так рады, что в Техасе пасмурно и не жарко, сегодня утром 19 градусов, легкий дождик, даже кофту утром надевала. Прогноз пока так радует всю неделю не больше 26-28 градусов. Да, да, вот эта весна вообще очень мягкая, очень такая умеренная, можно сказать, во всех регионах, за исключением вот этого фена, который раздули, который прошел по Евразии. Может быть, он и в США тоже отмечался там в виде перед этим, перед торнадо вспышкой тоже был вынос жары. Так, смотрим Южную Америку, ну, здесь так, прохлада тоже хорошо опускается на север от юга, здесь в обратный, да, и на юге здесь уже морозис такой стоит. давайте глянем, что у нас по непогодам, по непогодам только на самом севере, здесь в районе Куатора. Ну, вот, обратим внимание на побережье Техаса. Вчера это была просто ячейка вот здесь в Мексиканском заливе, но вот она высаживается недалеко от Хьюстона, южнее Хьюстона, и здесь что-то такое прямо серьезное происходит, какие-то процессы. я не уверен, поймает ли сейчас радар. Да, видно, что около Хьюстона здесь хорошо, очень хорошо сверкает, видно, да, плотность очень большая. Так что вот такие вот грозы наблюдаются, ну и плюс вот здесь в Атлантике, но это мало кто видит. Да, интересные процессы. Давайте посмотрим дальше, что у нас в Африке. В Африке здесь к Мавритании подходит какой-то что-то побережье вот здесь это реально, но это норма для экватора, это нормально. Давайте глянем, как будет происходить движение штормовых систем сегодня ночью. Да, на север, но очень неторопливо, неторопливо движется вот этот циклон, может даже повернуться в сторону Мьянмы, такой вариант тоже есть. Посмотрим. В районе Адриатического моря сегодня ночью будет непогода, но вот с Кавказа сюда в сторону Казахстана по Волжью такая полоса непогоды будет наблюдаться. Движется этот циклон, надеюсь, что там аросит как раз вот эти. Ну, Южную Сибирь тоже надо арашать, потому что туда вынос с жары был, так что немножко влаги не помешает. Ну, вот с севера с Таймыра идет вниз, но скорее всего в сторону Восточной Сибири все это опустится. И вот такая вот полоса проходит через Якутию, Восточную Сибирь, непогода. Циклон идет вдоль Курильских островов и Охотского моря. Так, ну, и вот такие вот грозы на Великих равнинах. Это будет день сегодня в США и аккуратненький циклончик залез между Канадой и Гренландией. Очень прям четко встал. Так, это завтрашний день, он так и стоит. Здесь циклончик завтра будет на Великих равнинах грозы. В Европе также в Центральной Южной непогода наблюдается. И вот смотрите, от Кавказа пошел новый циклон по Лужи, да, формируется, хвост опускается к Каспию и идет в сторону по Лужи и может быть до Урала дойдет, если получится. Ну, кстати, вот антициклон как-то он довольно-таки слабенький, но не пускает, не пускает вот эту вот систему, поэтому она стоит на месте и проливается дождями в Европе. Давайте посмотрим температуры завтра, ну, видно, что Средняя Азия чуть-чуть вот сюда в Сибирь выходит тепло, но не более того, из Китая в Приморье заходит, да, даже в сторону Чукотки долетает и, кстати, вот сейчас тепло идет со стороны Скандинавии, мы видим, распространяется даже в Центральную Европу. ну, и относительно мягкая такая хорошая погода на большей части США, на юге даже немножко жарковато. Смотрим, теперь это будет 15 мая, что здесь будет происходить, жара в Канаде устанавливается, прям такая серьезная жаришка, лето приходит, а это мы смотрим Европу, и здесь мы видим Центральную Восточную Европу, опять же, со стороны Скандинавии, смотрите, теплее всего будет в прибалтийских странах, вот такое удивительное развитие ситуации. Ну, а в Центральной Европе мы видим здесь, судя по всему, какой-то очередной циклон, так что вот, как какая-то дыра холодовая. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелабжи, отличного упражнения.